Итальянский хирург Ну вот появился итальянский хирург, который объявил о том, что он может взяться за такую фантастическую операцию, как пересадка головы от одного тела к другому телу. Мне кажется, что здесь есть позитивное звено в том смысле, что такая операция возможна. Сама по себе хирургическая часть этого дела возможна, поскольку мне кажется, что здесь эта операция не сложнее, чем пересадка сердца, например. Ну я так говорю не как хирург, а как физиолог, тем более, что вот прямо на моей кафедре, там, где мы сейчас находимся, учился знаменитый Владимир Демихов, который, собственно, делал первые пересадки головы на собаках. Поэтому технически это можно сделать. Проблема в другом. Две проблемы даже. Ну, первая проблема, что эта голова будет делать на чужом теле? Может, сможет ли она управлять этим телом? Итальянский хирург говорит нам, что он добьется сращивания нервных волокон между пересаженной головой и оставшимся в доновском теле спинным мозгом. На настоящее время нет таких подтверждений, скажем, на животных, не говоря уже о человеке. Причем мы же говорим сейчас о многочисленных, сотнях тысяч случаев спинальных пациентов, у которых реальные были травмы спинного мозга, и там речь шла только о том, чтобы срастились нервные волокна у того же человека. Там нет пересадки. Но это не получается. А здесь дело еще хуже. Иммунологические проблемы, проблемы отталжения ткани. Поэтому две эти вещи – это невозможность получить контакт к новому мозгу или новому телу, между мозгом и телом. Это приводит к тому, что наш пациент поменяет одно пневмочное тело на другое неуправляемое тело. И вот смысл такой операции. Ну, иммунологические проблемы, мы уже говорили, и они тоже не решены. И отторжение ткани, особенно если речь идет о тотальной пересадке, не какого-то отдельного органа, а целой головы, это же довольно… Это много сразу тканей. Здесь риски отторжения очень велики. Поэтому в целом, мне кажется, что если бы речь не шла о конкретном человеке, о конкретном пациенте, то такие операции стоит поддерживать. И стоит соответствующим ведомствам дать добро разрешения на такую операцию. Но если бы речь не шла о жизни человека. Мне кажется, в данном случае очень высокие шансы того, что операция закончится неудачно. Давайте немножко пофантазируем, что получится, если все-таки осуществить пересадку головы не на органическое тело, а на искусственное. Ведь это искусственное тело может обеспечить голову всем необходимым. Питательными веществами, физической поддержкой, энергетическими веществами, автоматикой подачи всех этих вещей, веществ мозгу, в том числе и кислородному режиму. Сможет ли мозг чувствовать себя комфортно, насколько это возможно в таких условиях? Мы когда говорим мозг, мы немножко отделяем. Мозг это все-таки физиологический орган. Если говорить о личности человека, что эта личность будет чувствовать, останутся ли какие-то памятные следы, останется ли память прошлого, того времени, когда все было в порядке, когда было тело свое, органическое. Конечно, память все это останется. Изменится поток новых ощущений. Нет своего тела, значит полностью отключена чувствительность тактильная. Например, если голова питается физиологическими веществами в правильном режиме, то, по крайней мере, будут сохранены слуховые, зрительные и обонятельные ощущения. Вестибулярный аппарат. То есть довольно много сенсорной информации будет приходить в мозг. Это дает такую уверенность, что человек не потеряется в этом мире. Много ощущений будут тех естественных ощущений, которые были и до того. Это что касается ощущений. Но тактильные ощущения, конечно, можно организовать от этого искусственного тела, используя датчики. Датчики давления, температуры, какой-то другой механики и прочее. Так что в этом смысле можно подать в достаточно богатую сенсорику к мозгу человека. А сможет ли человек таким образом быть активным в этой среде? Сможет ли управлять какими-то подвижными средствами, какими-то средствами транспорта? Может ли перемещать какие-то предметы на столе, взять ту телефонную трубку? Оказывается, тоже возможно. Потому что современные нейроинтерфейсные технологии, технологии интерфейс мозг-компьютер позволяют зарегистрировать, расшифровать намерения человека и трансформировать его в команды для внешних исполнительных устройств. Так что это более-менее возможно. И если человек попадает в такую трагическую ситуацию, где перед ним выбор, либо вообще не жить, либо жить вот в такой среде, где тело будет искусственным, ну, для большинства выбор будет очевиден. Насколько сохранится психическая личность человека? Ведь это, можно подумать, что это такие какие-то тяжелейшие испытания, совершенно, так сказать, какая-то неправильная жизнь, жизнь без тела. Может быть, это какой-то будет шок, что человек перестанет быть личностью? Ну, трудно сказать. Но представьте себе людей, которые обречены на полное бездействие после инсульта. Такие люди живут десятилетиями, и при этом они даже не могут общаться, у них нет никаких возможностей общаться с окружающим, они не могут ни говорить, ни двигаться, и тем не менее они могут оставаться личностью. Человек привыкает. Поэтому можно надеяться, что в такой ситуации все-таки ресурс, психический ресурс человека окажется выше возможных ограничений физических.